Привет! А с вами снова Сайгон ТВ. Хочу рассказать историю, которая приключилась с нами во Вьетнаме. Короче, это пипец какой-то. Мы ехали на мопеде, нас догнали на мопедах два мента, три мента на двух мопедах и остановили. Спросили у нас права, мы сказали, что нет прав. Они тогда сказали, взяти за нами в полицию. Мы такие говорим, хорошо. И он такой развернулся и поехал. Мы вначале поехали за ним. И тут вижу, вьетнамцы с обочины мне машут, типа разворачивайся, разворачивайся и типа уезжай, уезжай. Мозглой включился и подумал, блин, а почему бы и нет? И я такой развернулся и поехал. Заехали в переулок, вот в этот переулок. Сидим такие, зашухерились. Ну, думаем, все. Обманули, короче. Кто-то едет? Нет. Обманули, короче. А тут дорога идет, вон там дорога идет. И, короче, мы такие стоим здесь, в этом переулке. И они мимо, короче, проезжают и нас увидели. А я слышу, что они проехали дальше и остановились. Типа разворачиваются. Мы как дунули, короче, вот так вот по переулку. А они за нами. Мы побежали, они за нами бегут. Там, короче, подворотня какая-то была, дом, дедок сидит. Мы к нему забежали, говорим, менты, менты, типа полюс, полюс. Забежали и спрятались у него в туалете. Сидели там минут 10. Вьетнамцы дважды спасли от вьетнамских ментов. А второй раз, ну, дедок нас спас. Потому что мы реально, мы пришли, зашли на его территорию. Он сидел, смотрел телевизор. И он такой, нормально, нормально. А, мы еще ему, мы когда уходили, мы ему хотели денег дать. Я взял двадцатку, ему типа отдаю. Он на меня такой смотрит. Глаза такие ясные. Он мне, но, 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 берет мои деньги, отдает мне. И, короче, денег не взял. Вот такая фигня. Я говорю, дедок, говорю, thank you, спасибо. Мы выходим такие и крадемся такие. Выглядываем такие. Выглядываем, типа, есть, есть, мент стоит, не стоит. Выглядываем такие, стоит. Смотрю, ментов нету. Байк наш стоит. Думаю, могли же байк забрать. А я не забыл, не замкнул его, ничего не это самое. И соц. Телефон остался, подхожу. Ключ, да, ключ вытащил. Ключ был у меня. Ну, подхожу, телефон лежит в байке. Мы такие, ну, я думаю, ну, слава богу, ну, хоть телефон не потеряли. Ну, короче, присели такие, сидим, что делать. Какой-то жим-жим. В кустиках. Сидим в кустиках. Разговариваем, типа, как поедем домой. Сейчас вот вышли, сейчас вышли, короче, пришли к байку. А, телефон еще Саше наставили в байке. Вообще, вот кукушки, полные кукушки. Сейчас вернулись к байку, байк, вот он стоит. Телефон на месте. Телефон на месте, короче, телефон на месте, телефон забрали. И сейчас сидим, вот шухеримся, думаем, как поехать домой. Ну, в общем, продолжение нашей истории с ментамскими ментами такое. Посидели мы, посидели и думаем, ну, надо ехать, короче, что делать-то? Поехали мы, поехали, съездили на барханы, думаю, мы же на барханы поехали. Что из-за вьеттамских ментов себе удовольствие решать? А вот сейчас едем, и очко-то на нуле. Боимся, значит, боимся, что вьетнам... О, опа, опа, да. А, не, показалось. Боимся, значит, что... Ой, блин... То нас догонят вьеттамские менты, арестуют, заберут байк, надают по ушам и расскажут маме. Вот такая хрень. Ну, в общем, это... Расскажем потом, как доехали. Пока едем. Ну, короче, проехали мы тут участок в продолжении истории про ментов. И поняли, что, блин, так настрессовали сегодня, что ужасно хочется кушать. Заехали в хобошницу и взяли вот этот народный вьетнамский суд. Суд, хобо называется. Или пхо. Они тут где хобо, где пхо. Ну, а суть у него одна. В общем, лапшичка, мяско. В общем, еще не доехали. До дома еще метров 500. Может, километр. Ну, в общем, вот такая у нас, короче, история. Да.